Дорогие друзья, всем добрый вечер, с вами Григорий Мирошенченко, город Симферополь, группа компаний Skyway и сегодня, помните, да, что я объявил в рассылке, спикерами должны быть вы, должны быть вы спикерами. Почему? Потому что основной вопрос, который мы сегодня с вами рассмотрим, почему сейчас стоит обратить особое внимание на Skyway, именно сейчас, после Экофеста, после того, как многие из вас побывали там, увидели своими глазами, потрогали, пощупали, посидели, прониклись атмосферой, вот этой небывалой атмосферой, это единение, это 7 тысяч человек, повторяю, всего прошли рекомендации. Регистрацию на Экофесте 7 тысяч человек, хотя как бы официальная цифра 5 тысяч, но на самом деле 7 тысяч человек. Как меня слышно, как меня видно, пожалуйста, отреагируйте, поставьте десяточки или девяточки или как-то еще, что слышно и видно меня хорошо. Благодарю, благодарю, Геннадий из Солнечного Израиля, привет, там наверняка температура не меньше, чем Анатолий Дуарович, Тамара Эдуардовна Юницкая, огромный привет. Дорогие друзья, Раиса Годова, да, Годова Раечка, она у нас выступала в прошлый раз и сейчас не стесняйтесь, сейчас поднимайте ручки, поднимайте ручки, я буду давать слово вам, прежде всего вам. Очень важно, чтобы не я вещал, а говорили вы. Юра Зубер, тем более, привет особый, даже можно первое слово дать даже тебе. Почему? Потому что ты, как говорится, не то, что не подведешь, а ты знаешь, что говорить. Даже не что говорить, а вот эти... Хотя ты и не был на Экофесте, но весь материал ты абсолютно просмотрел и мог бы, скажем так, посыл тоже сделать. Итак, дорогие друзья, да, кстати, то же самое Юру, благодарю, огромное благодарность за книгу, которую ты лично подарил мне. Эта книга находится у меня здесь, вот она в офисе находится, «Властелин денег», вот такая замечательная книга. К сожалению, только 200 экземпляров у Юры. Насколько я знаю, такая книга действительно очень-очень важная книга для многих-многих людей, которые хотели бы понять, что такое деньги, под какую роль они играют в нашей жизни и почему для одних людей деньги приносят радость, а для других людей они других людей ввергают вот эту финансовую неразбериху и приносят одно горе и огорчение. Итак, дорогие друзья, так, первая ручка, я вижу, уже поднята. Сейчас, одну секунду, буквально одну секунду, дорогие друзья. Так, Юра Зубер, да, Юра Зубер первый у меня будет на связи, первому я дам Юре Зуберу слово. Плюс к этому хочу обратить невероятно особое внимание, вот именно на понимание, почему сейчас, именно сейчас, вот в это время стоит обратить особое внимание на Skyway. Особенно эти дни, тогда, когда Анатолий Дуанчуницкий и Виктор Бабурин находятся в Индии, когда Надежда Косарева находятся в Индонезии, когда Леша Суходоев, хоть и на свадьбе был он, на свадьбе был он, как вы знаете, у нас праздников не бывает, для нас праздники это самая-самая, самая кипучая деятельность, самое рабочее время. Итак, Юрочка, я предоставляю тебе слово. Юра Зубер, Украина, Юра, коротко скажи о себе. Почему? Потому что это очень важно, чтобы люди знали. Коротко говорите о себе и ваш настрой, ваше видение, ваше мнение о том, что происходит. И параллельно можете задавать вопросы голосом, а мы на них будем отвечать. Я буду отвечать, либо же кто-то из наших спикеров будет отвечать на этот вопрос. Итак, Юра, я представляю тебе первое слово. Так, настроить права. Секунду. Аудио, видеотрансляция. Окей. Да не, не правильно, надо переименить сначала. Я видите, немножко забываю. Так, Юра уже на связи. Добрый вечер. Пожалуйста, поставьте плюсики или десяточки, как меня слышно, как меня видно. Сейчас мы по центру поставим. Вот так. Благодарю. Что происходит с Австралией, я пока не знаю. Я в руководство компании пока не вхожу. Сразу представляюсь, пока вы ставите десятки, девятки, вижу и плюсики. Меня зовут Юрий Зубер. Я представляю здесь Украину, а конкретно город Переяслав-Хмельницкий, город Киев, ну и киевский регион. Инвестор и партнер группы компании Skyway с мая 2014 года. Сам по образованию учитель, по первому образованию, по второму образованию финансист-экономист. Сейчас являюсь частным предпринимателем, ну и параллельно веду бизнес, бизнес именно группы компаний Skyway. Можно сказать, что пока это бизнес больше для души, но я думаю, что в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем, это будет не только для души, он будет давать ощутимые финансовые результаты, причем не только для меня, а для всех вас тоже. К сожалению, я не был на Экофесте и перед Экофестом на одном из вебинаров я сказал, почему не был. Потому что в это время получал ключи от квартиры в городе Киеве, о которой сперва долго мечтал, потом долго шел к этому. Ну и сейчас там вовсю делаются ремонтные работы. Я почему на прошлом вебинаре упоминал об этой своей квартире и сейчас немножко скажу. Потому что в 2012 году начал инвестировать в квартиру, а в 2014 начал инвестировать в Skyway. И очень похожие процессы происходят и там, и там в инвестировании. То есть и там, и там в нас очень сильно не верили. И там, и там все сказали, что мы сумасшедшие. И что я выбросил деньги на ветер. И по договору по квартире мы должны ее были получить еще в 2015 году. Но, к сожалению, в Украине произошли те события, которые произошли. Это война, это Майдан, это экономический спад. И сейчас, может быть, допустим, с Украины и с России, может быть, меньше идет инвестиций в Skyway. И это процесс, к сожалению, объективный. Потому что вот та ситуация, которая сложилась в Украине, да и в России не намного лучше. Она не дает возможности, по большому счету, людям большие деньги вкладывать даже в такие хорошие проекты, как Skyway. Потому что в Украине сейчас вот средняя зарплата по Украине это 130 долларов. Это средняя зарплата. Поэтому, сами понимаете, что при зарплате в 130 долларов, а часто бывает меньше, инвестировать большие суммы очень сложно. Потому я очень благодарен тем людям, и мы на прошлом вебинаре говорили об этом, Григорий Михайлович говорил, что очень особая благодарность тем людям, пенсионерам, студентам, малообеспеченным, которые при таких доходах, как я озвучил, где-то 130-150 долларов, они умудряются инвестировать, и причем иногда и не только по 25 долларов, а иногда и больше, умудряются инвестировать еще и в технологии Skyway. И я вот о чем хочу сказать. К сожалению, не был на Экофесте, но то, что я увидел на Экофесте, действительно, все видео, все фото пересмотрели. Сейчас группа из Переяслова, которая из шести человек, была на Экофесте. Им огромное спасибо за то, что подарили мои книги. Вот они сейчас вернулись с такими впечатлениями. Буквально сегодня мы ехали с одним человеком, который был на Экофесте из нашего города. И он просто в восторге. И есть море фотографий, море видеоматериалов. И говорил, что увидел даже мое имя на звездном небе в музее. В музее Skyway. Потому вот о чем хочу сказать. Понимаете, сейчас, почему именно сейчас стоит особое внимание обратить на Skyway? Потому что сейчас не то, чтобы критический момент, но вот когда мы ждали квартиру, получение квартиры, был такой момент, что мы не знали, получим, не получим, получим, не получим. А потом в один момент произошло озарение, когда я понял, что мы точно ее получим. Так вот, после Экофеста произошло еще одно событие. Оно может быть не так разрекламировано, как сам Экофест. Но событие просто потрясающее. Это начало испытаний на пролетах 200, 400 и 200 метров. Начало испытаний Юнитрака. Если кто-то не смотрел это видео, пожалуйста, посмотрите. Потому что именно после этого видео я понял, что все, обратного пути нет. И мы с вами уже по факту богатые люди. Вопрос только во времени. Будет это через год, через два, может быть через три года. Но по факту мы уже богатые люди. То есть вот та уверенность, которую в свое время я получил по поводу квартиры, что я понял, рано или поздно мы ее получим. Точно так же и сейчас. После испытаний Юнитрака и вот этой структуры, я уже понял, что все. Это уже свершилось. Технология, причем такая технология, которую нигде в мире я не видел. Потому что, поверьте, до этого много смотрел видеоконкурентов. И Моглев, и японский Синкансен, и французский Тежеви, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну мы же работаем с клиентами, поэтому мы должны знать конкурентов. И то, что я посмотрел вот 7 июля, ни у кого из конкурентов ничего подобного нет. Поэтому Скайвей однозначно впереди планеты всей. Однозначно это будет реализовано. Однозначно это будет, это востребовано. Настолько востребовано, что вы себе даже пока представить не можете. Вот этот маленький Юнитрак, ну он не очень маленький, но на видео очень маленький, который уже бегал со скоростью там 50-60 километров по пролетам 200-400-200. Вот это наши с вами миллионы, может даже и миллиарды. Потому что только даже вот эта грузовая дорога с такими пролетами, ну я себе даже не представляю, какой экономический эффект может дать. И просто перевернуть все, вот отрасль грузоперевозок. Поэтому мое мнение такое, и мой прогноз, это мой личный прогноз. Но я думаю, что вход в корневую компанию будет закрыт после Экофеста, вернее не Экофеста, а Берлинского, забываю уже, фестиваля, вот после выставки в Берлине в 2018 году. Это будет логично, это будет красиво, и это будет так, как нужно. И начиная где-то с 2019 года, дороги Skyway будут строить по всему миру. И мой прогноз такой, в течение 10-15 ближайших лет, дороги Skyway заменят где-то до 50% железнодорожных дорог. И я думаю, что где-то процентов 20-30 автомобильных дорог и других дорог они заменят. То есть представляете себе, какой именно мы переворот сделаем в экономике, в транспортной сфере и в других сферах. Потому что за этим будущее, за этим подтянутся другие сферы. И поэтому то, что мы сейчас вот в таком месте, в такое время, и то, что я среди вас, среди такой команды, среди таких очаровательных и умных людей, и передовых людей, это, честно говоря, заряжает, заряжает энергией. Поэтому не просто строй Skyway и спасай планету, а мы построим Skyway и спасем планету. Григорий Михайлович, вам слово. Юрий, огромное благодарность за то, что ты взял микрофон, за то, что ты осмелился быть первым. Пугай старичку. И я бы хотел дальше предоставить слово следующему человеку. Пожалуйста, поднимайте ручки и так далее. Юрий, я пока тебя отключаю. Вот как в том анекдоте говорит, Рабинович вас соединяет. Почему? Потому что разговаривают два президента России и Соединенных Штатов Америки. Потому что мне надо с мамой поговорить. Примерно так. Да, и давайте уж я отвечу вопрос от Анатолии. Задает вопрос. Да, действительно, вы, наверное, слышали. Кто не слышал, вебинар Виктора Тарасова, последний вебинар с Магасумовой Гузель. Потрясающий вебинар. Как многие говорят, не мои слова, но они говорят, это лучший вебинар за все время. Стоит его послушать. Это действительно потрясающая информация от суперпрофессионала, который грамотно, спокойно оценивает все абсолютно. По поводу сроков. Дорогие друзья, вот хочется, Виктор Тарасов как бы меня может даже поругать за это, но это уже обсуждается. Обсуждается на самом серьезном уровне, так называемый обратный выкуп. Не путайте с внутренней биржей. Вот это понимание, не внутренняя биржа. То есть внутренняя биржа, когда человек продает друг другу, этого не будет. Ну, на 99,9% этого не надо допускать. Во всяком случае, на сегодняшнем этапе. Далее. По поводу обратного выкупа. Представьте себе, что вам будет предложено у Владимира Маслова, предыдущий вебинар Владимира Маслова, где он раскладывает вот это понимание, что это такое. Еще до закрытия корневой технологии, до закрытия корневой технологии. Условно говоря, Анатолий, у вас есть небольшой пакет акций. Пусть будет небольшой пакет акций. Даже я бы сказал, два небольших пакета акций. Так, дорогие друзья, меня слышно нормально? Так, 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 так. Да, вроде нормально. Потому что у меня бывает звук соскакивает. Окей, благодарю. Итак, у вас есть небольшой пакет акций. Даже два небольших пакета акций. А может быть, три небольших пакета акций. И три пакета акций, допустим, по 100 тысяч акций. По 100 тысяч акций. Так вот, за первый пакет вы заплатили, условно говоря, 1000 долларов. Ну вот так условно, 1000 долларов. Итак, вы заплатили 1000 долларов за 100 тысяч акций. Соответственно, вам может быть предложено, я повторяю, вам может быть предложено, компания предлагает вам выкупить у вас этот пакет и при этом вам за это заплатят 2000 долларов. Это было для компании и хорошо ли будет это для вас. То есть у вас есть еще запас, еще есть акции, но вам в случае, если вам срочно нужны деньги, знаете, есть такое понятие у многих людей, у неосознанных инвесторов это не обвинение, но просто неосознанный инвестор, инвестор не профессиональный, но у него есть понятие такое вернуть хотя бы деньги, хотя бы вернуть деньги. Так вот, про Австралию здесь вопрос, сейчас я отвечу про Австралию. Итак, дорогие друзья, так вот этот обратный выкуп может начаться на 12-13 этапе и тогда вот все, скажем так, тролли, которые что-то там говорят и так далее, им просто не о чем будет говорить. По одной простой причине, дорогие друзья, вы уже получили прибыль, вы уже получили, и это будет грамотно сделано, по одной простой причине, вот эта схема, она грамотная схема и будет она запущена, хорошо, не будет запущена. В любом случае, как говорил Анатолий Дуанчиницкий, с первых трансов, которые будут поступать, часть доли прибыли есть заложена и пусть даже небольшие дивиденды мы можем уже получать. Я не говорю, что это будет прям быстро, вот прямо сейчас, но обозначенные сроки, это возможно 12-13, максимум 13-14 этап и это обсуждается сейчас, просчитывается и скорее всего это будет сделано. Это первое. Второе, по поводу Австралии, значит, сегодня ролик Рода Хука, выставлен ролик, это для тех, кто говорит, что там с Австралией и так далее, и так далее. В Австралии ведется планомерная колоссальная работа, просто этот ролик послушайте, там в переводе все это указано, то, что строится в Австралии, это сумма в 3 миллиарда долларов, которая сейчас уже начинает пересматриваться. То есть будут строить вот этот 500-метровый участок и сестра уже скорее всего, то есть покажут это и после этого будет принято решение о том, что в Аделаиде действительно вместо вот этого наземного трамвая, этого, как говорит Род Хук, вот там послушайте его интервью, Род Хук говорит, нам предлагают технологию 100-летней давности. Это технология 100-летней давности, то есть трамваи, сделать трамвай, при этом стоимость в 3 миллиарда долларов, мы это можем сделать в несколько раз дешевле, быстрее, экологичнее, экономичнее, без шума, без тряски и так далее, и так далее. Я думаю, что это будет грамотное решение. Плюс к этому, в Австралии ведется сертификация, и вы, дорогие друзья, уже знаете о том, что руководитель сертификационного центра по Австралии был у нас в Экотехнопарке, его принимал Анатолий Гуарчуницкий, Виктор Бабурин, то есть вся группа, и они получили всю необходимую информацию, все необходимые документы и начали сертификацию непосредственно в Австралии. Как вы знаете, в каждой стране есть какие-то свои нюансы. Так вот, эти нюансы дополнительно и решаются в данный момент в Австралии. Представляется соответствующая документация и так далее, и так далее. По поводу того, что я уже говорил в самом начале, в данный момент Анатолий Гуарчуницкий и Виктор Бабурин находятся в Индии, и то, что они привезут из Индии, не просто так, они полетели после предварительного заключения договоренности о транше в миллиард долларов, 922 миллиона долларов. И этот транш, вы тоже должны понимать, будет поступать частями, по мере того, как будет выполнен первый этап работ, второй этап, третий этап работ. Ребята, ссылочку сбросьте, пожалуйста, ссылочку. Во-первых, ссылку на вебинар Володи Маслова, это предыдущий вебинар его. Плюс к этому, у кого есть ссылка на вебинар Магасумова и Гузеля Виктора Тарасова, тоже послушайте. Это действительно, наверное, лучший вебинар, один из лучших вебинаров. И то, что там говорится, не предвзято супер профессионалам, стоит это, я думаю, знать. Так вот, дорогие друзья, еще раз я предоставляю слово. И не бойтесь, не бойтесь троллей, не бойтесь тех, кто у нас здесь выступает. Я даже не убираю. Почему? Потому что вы сами можете на все это ответить. Вот. Просто не читайте, пропускайте мимо. Пусть человек хочет потешиться, пусть тешится, это его право. Мы работаем с вами. А если мы будем отвлекаться на, вот как знаете, мне сегодня вот тоже задали такой интересный вопрос. Мне рассказали, моя хорошая знакомая, Григорий Михайлович, появилась новая компания. Просто супер компания, где можно заработать очень и очень быстро и очень-очень много денег. И что они сделали? Они попросили меня обратиться к Виктору Тарасову, чтобы он эту компанию проанализировал и сделал заключение. Стоит в нее вкладывать деньги или не стоит? Я просто даже на вскидку посмотрел, чем они занимаются, и я сделал свое заключение. А вот по поводу того, чтобы дать это Виктору Тарасову, чтобы он разбирал, зачем? Вот зачем, дорогие друзья, есть вебинары Виктора Тарасова, и там, на этих вебинарах он рассматривает все абсолютно. Сейчас будут целевые супер профессиональные вебинары по криптовалютам, целевые вебинары по акциям, облигациям. Первые вебинары уже прошли. Целевые вебинары для того, каким образом грамотно не платить, не то, что не платить налоги, а возвращать часть своих средств, которые проплачиваемые, и они так называемые НДФЛ, то есть с НДФЛ, у кого официальная работа. Плюс к этому на этих вебинарах будет рассматриваться рынок золота, рынок серебра, драгметаллов, рынок металлических счетов и так далее, и так далее. Чтобы, помимо всего прочего, мы еще и грамотно размещали заработанные деньги, а денег этих будет в конечном счете у нас очень и очень достаточно. Но ни в коем случае нельзя останавливаться на чем-то одном. То есть зарабатывая деньги, мы их должны размещать, и размещать именно осознанно, для того, чтобы мы получали источники доходов надежные, супернадежные, где-то более рисковые и так далее. Вот это понимание правильной диверсификации как раз рассматривается на уроках финансовой грамотности. И плюс, чтобы было грамотное понимание, что такое акции Skyway, когда они будут именно акциями Skyway, а не обязательствами. Когда возможен выход на IPO, не просто возможный выход на IPO, а грамотный выход, грамотное размещение на IPO, так, чтобы был взрывной рост, и этот рост, чтобы нарастал, нарастал и нарастал. Тогда, когда в Аделаиду, Людочка, в Аделаиду, шел бы ты куда-то далеко в Аделаиду. Да, абсолютно верно. В том плане, что сегодняшний ролик рода Хука, пожалуйста, дорогие друзья, посмотрите. Почему? Потому что этот ролик действительно очень и очень, и главное, вовремя вышел, когда вопрос задают о Австралии. А Австралия развивается и развивается именно так, как они наметили. Самый главный интерес в Австралии, дорогие друзья, я вам напомню, об этом говорил и Сибиряков Сергей Анатольевич, и Алексей Суходоев, и многие наши спикеры, и, кстати, Виктор Тарасов. Это прежде всего самая большая прибыль. И что Юра Зубер отметил классно? Это, конечно же, грузоперевозки. Особенно это породы, это уголь, это сыпучие грузы и так далее. Это тот бизнес, который будет нам давать, особенно на первые, может быть, пять лет, самые-самые большие дивиденды, самые большие доходы. Это именно грузоперевозки. Пассажирский транспорт, то же самое. Но представьте себе, возьмем просто, допустим, в качестве примера, возьмем, почему и была делегация на Экофесте, вы знаете, да, была делегация, очень представительная делегация. Это делегация из Вьетнама, потому что Вьетнам, это, по-русски, земли длиной тысячи километров, на которой проживают более 103, получают 104 миллионов человек, где нет практически никакой связи с севера и юга. И наша трасса, она позволила пассажиропоток, это порядка миллиона человек в сутки. Миллион человек в сутки. Можете себе представить, что такое миллион человек в сутки. Простой калькулятор возьмите и посчитайте. По стоимости, вот, ребята, те ролики, которые вы видите, где у нас Кирилл Бадулин, это руководитель адресных проектов, который озвучивает цифры, вот, заметьте, всегда озвучиваются цифры, в основном первые, так называемый пессимистический прогноз и оптимистический прогноз. Так вот, пессимистический прогноз, то есть максимальная стоимость наших дорог, в принципе, любых дорог, может быть 3 миллиона долларов. Но по мере того, как начинают запускаться, автоматизировать системы, как начинается серийное производство, эта стоимость может дойти, уменьшиться в 2, а то и в 3 раза. А скорость строительства, помните ролик, да, ребята, если не помните, найдите сертификационный ролик такой, где сказано о том, о том хронометре, который провели еще осенью прошлого года. То есть стоимость, скорость строительства наших облегченных трасс может доходить до 1 километра в сутки. А по мере того, как будут использоваться роботизированные комплексы, это о чем говорил Анатолий Гуарович и Сибиряков Сергей Анатольевич еще, наверное, год, более года тому назад. И там были, знаете, там было показано пример роботизированных комплексов, где скорость строительства суммарно, допустим, трассы длиной в 1000 километров, будет разбита на 100-километровые участки. И суммарно скорость строительства может достигать не километров в сутки, а километра, ну я бы так сказал, за час, километр в час. То есть вот просто, просто подумайте об этом. То есть 1000-километровый участок разбивается на 10 сегментов по 100 километров, устанавливаются роботизированные комплексы и они стремительно все это устанавливают. Суммарно скорость строительства трассы выйдет километров в час, ориентировочно, километров в час. Не буду пугать цифрами, когда было сказано, может быть, до километра в минуту, и это тоже будет в конечном счете, когда одновременно будут строиться трассы на всех континентах. То суммарно по миру скорость строительства одного километра будет доходить до одного километра в минуту, и это будет. Почему? Потому что, как сказал и Юрий Зубин, правильно, абсолютно верно, что время пришло, другого пути нет, другого пути развития не существует. И то, что у нас есть, как говорят, постоянно ребята говорят, я был в Китае, я видел подобные комплексы. Нет нигде, нигде в мире этого нет, дорогие друзья. Почему? Потому что тот же ролик Анатолия Эдуардовича Ницкого, и там буквально интервью, по-моему, телеканала Мир, телеканала Мир, где вот такая, знаете, мини-презентация, короткая, буквально там за полторы-две минуты внутри этой передачи, вот за эти полторы-две минуты было сказано практически все. То есть наша технология дешевле в строительстве всех остальных технологий, начиная с железных дорог и заканчивая подвесными трассами на магнитных подвесах, на магнитных подушках и так далее в 20, в 30 и даже в 50 раз. Плюс к этому понимание, дайте, пожалуйста, ролик с Австралией, он находится в чатах, Ангелиночка находится в чатах, я, к сожалению, его еще не сохранил, но вы его все увидите. Почему? Потому что он будет выставлен сейчас на социальных ресурсах группы компании SkyWay. Итак, дорогие друзья, вот понимание того, что я еще раз сегодня говорил и просил, ребята, сегодня вы можете быть и должны быть спикерами, вы, я хотел бы послушать тех людей, которые были на Экофесте, тех, кто проникся этой идеей, тех, кто сейчас доносит. И, кстати, отвечаю на вопрос, я специально сейчас записал, по поводу Австралии мы ответили, сегодня ответ в роликах есть на официальных ресурсах уже, по-моему, инвестиции резко увеличились, буквально вот как только мы вернулись с Экофеста, я это отмечаю по собственной структуре, не только в Челябинске, но и по своей структуре, по всем регионам и особенно в Крыму. Вы знаете, инвестиции просто понеслись сумасшедшей скоростью, то есть люди регистрируются семьями, просто не просто регистрируются, а сразу делают склады семьями. Не забывайте, 20 этап, то есть 10 этап, 10 этап, смена 9 на 10 произойдет очень и очень скоро. Почему очень скоро? Потому что после прилета сейчас руководителя финансов и Анатолия Владимировича Виктора Бабурина, все, уже будет заседание правления, будет приниматься решение, когда будет смена следующего этапа. И это будет согласовано сразу со всеми фондами. И фондом Capital, главной компании и фондом, основной фонда Андрея Федоровича Хавратова. То есть ожидайте эти новости, но ждать их не надо по одной простой причине, что, дорогие друзья, то, что инвестиции увеличиваются, хорошо, здорово. Вот, знаете, вот хочется напомнить вот эту фразу, даже не то, что фразу, а есть сомнения у людей. Вот я бы задал вопрос так, а вы на него просто ответьте, да или нет. Вы сомневаетесь в серьезности намерений Skyway? Группа компаний Skyway, которая создает самый большой бизнес за всю историю цивилизации. Есть ли у вас сомнения после того, что вы увидели своими глазами, то, что вы потрогали, то, что вы посидели, то, что, особенно, сразу на следующий день, после нашего отъезда, начались испытания, вот с прорисом, трасс, такого, ребята, в мире нет. Такого нет в мире. И вот, особенно для Крыма, насколько актуальна эта бухта в Крыму соединить северную часть и южную часть. Об этом люди мечтают уже долгие-долгие годы. Мы это можем сделать буквально, я не знаю, за год, за полтора года можем построить это, дать шанс действительно увидеть, почувствовать, что это такое и показать это всему миру. Так вот, стань, дорогие друзья, станьте другом. Вот станьте другом. Помните, да, как я про Гузель писал, когда она водружала флаг Skyway на Эльбрусе? Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, когда сами нуждаетесь в ней. Вот эта надежда, вот как Юра Зубер говорил, да, у него была надежда, молодец. Вот настолько правильные слова, просто хочется умницам, просто умничка. То есть дарите надежду себе и людям, когда нуждаетесь в ней, вы в ней нуждаетесь. Эту надежду мы дарим всем людям. Надежду на то, что в ближайшие годы ваша жизнь изменится действительно невероятно, в самую хорошую сторону. А для того, чтобы потом деньги, которые у вас будут, правильно ими распоряжаться, чтобы они грамотно работали не только на вас, но и на благо всех людей. Вот это очень важно понимать и приходить на уроки финансовой грамотности Виктора Тарасова. Так вот, вы нуждаетесь в этом? Надежда нужна вам? Нужна. Так дайте эту надежду и своим, подарите эту надежду своим друзьям, родственникам, знакомым. Инвестируйте в проект, который становится основой мировой экономики. Именно основой мировой экономики. Транснет. Транскоммуникативная система, по которой пойдут не только грузы, люди с огромными скоростями, с небольшими скоростями, но и пойдет электроэнергия. Мы ее будем выдавать вовне. Здесь и пойдут оптиковолокно, то есть доставка связи в те регионы, где ее пока нет. Так вот, есть шанс стать совладельцами самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации. И дайте этот шанс своим друзьям и знакомым быть услышанными. Помните, да, оповещение. Просто оповестите их. Просто позвоните. Просто напишите в скайпе, я не знаю, напишите письмо по почте, отправьте, что есть такой шанс. И если они на это не отреагируют, вот тогда не то, что вы снимете груз ответственности, а вам будет легче. В том плане, что вы этот шанс давали. Вы давали этот шанс своим людям, своим друзьям, родственникам, знакомым. Используют они его или нет, это уже их проблема. То есть вы этот шанс дали быть услышанными. А уже для тех людей, для наших партнеров, кто является инвестором и кто понимает, что мы создаем, у меня лично одна просьба. Я вижу поток инвестиций в России резко увеличится. Это здорово. Опять же, знаете, как говорят, богатые становятся еще богаче, а бедные остаются на том же уровне. Почему? Да потому что не верят, потому что не хотят рисковать, потому что боятся рисковать и так далее, и так далее. Добивайтесь того, чтобы они получили информацию. Просто дайте им шанс быть услышанными. Не захотят, но тогда силой вы это не сделаете, не заставите. Вы знаете, есть такой великолепный ролик, ой господи, кто из таких мощнейшие спикеры России, правда там немножко с нецензурной лексикой, но я его сейчас вам станет не буду, где вот он приводится, знаете, такой пример, вот когда стая зверей, вот стая, то есть группа зверей, да, в лесу, звери, звери, звери в лесу. И вот появляется что-то, растет великолепная трава, то есть вырастают деревья, кусты, очень вкусные, очень такие замечательные. И вот там, там дальше, то есть вот там дальше, пройдя через этот лес, они выходят на великолепную поляну, великолепное пастбище и так далее. И вот первыми, есть первые, первые звери, которые идут, они идут первыми, есть люди, которые идут первыми, они идут, им достаются самые сочные ягоды, им достаются самые вкусные там листочки и так далее, и так далее. После того, как пошла первая когорта людей, первая, толпа своих проходит, за ними идут те, кто наблюдатели, они наблюдают, но видят, что раз они пошли и говорят, что там вкусно, там чудесно, здорово, идут вторые. Вторые, вот вторым уже достаются, извините, ну не самые вкусные ягоды и не самые вкусные листочки, достается уже то, что уже забрали первые, после этого идут третьи. Третьим, к сожалению, достаются уже, листочков не осталось, остались только там веточки, остались там корни там и так далее, и так далее. То есть им достается уже вот намного меньше того, что было у первых, и так есть вот всегда, и в жизни везде бывает. Кто-то идет первый, кто-то рискует первыми, мы первыми были, и кто, дорогие друзья, кто был, в 2014 году нашел в проект, напишите, просто напишите, 2014 год, кто-то обозначил 2015, 2016, 2017 год. Так вот сейчас остается шанс еще максимум год, это просто предел, ребята, максимум год, для того, чтобы успеть хотя бы, чтобы вам достались какие-то листочки и так далее, и так далее. Потому что все это стремительно развивается, просто стремительно, начнется обратный выкуп, это будет шок для многих, когда вы не только вернете свои деньги, можете вернуть, но еще и хорошо заработать. Как говорит Виктор Тарасов, если 20% прибыли годовых, супер, если 50, это замечательно, а если вы получите 100, а может 200, а вот 500%, это будет просто невероятно и приятно. Но опять же это предварительно, я об этом говорю. Далее, а последнее, вот самое последнее, самое последнее пойдет тогда, когда все уже будет съедено, все уже будет, и вход в корневую технологию будет закрыт, просто закрыт. И тогда вот тем людям достаются, как говорят, там шутку говорят, а может так немножко грубо, но продукты отхода тех, кто прошел первыми, вторыми и третьими. И кому-то, может быть, кто-то будет скулить, ныть, обижаться, ну, ребята, шанс дайте быть услышанным. Просто дайте шанс, оповестите, оповестите этих людей, для того, чтобы потом они не могли сказать вам, почему ты меня не заставил, почему ты не настоял и так далее, и так далее. Дорогие друзья, сейчас я слово предоставлю следующему человеку, так, у меня есть ручка, да, я представляю слово, бах, так, Владимир, Владимир, представишься сам, хорошо, откуда, что, как и так далее. Сейчас я слово дам Володе. Сейчас, секунду, мы строим права. Ребята, не бойтесь, поднимайте ручки, берите слово, говорите, для того, чтобы люди вас знали. И ваше мнение, вот мое мнение, это одно, Юра Зубера, это мнение, это другое. А вот мнение многих людей, оно очень важно, и каждый человек придет на своего человека. Итак, Володя, пожалуйста, подключайся, я тебе даю слово. Володя, подключайся, настраивайся, у тебя там должно быть высветиться, разрешить, там микрофончик, можно видео включить, пожалуйста, подключайся. Так, 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 что-то здесь у Володи, возможно, не получается, еще раз настроить права. Так, 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 окей. Володя, пробы, пробы, выходи, дорогие друзья, еще берите слово, берите слово, пожалуйста, скажите хоть что, свое отношение, свое видение. Вот хотелось бы послушать даже Ангелиночку с Рыбинской, Ангелина, почему не поднимаешь ручку, хочется, чтобы ты подняла ручку, рассказала, как сначала ты приехал, а ты приехал, а потом вместе с сыном, к тебе сын приехал, и вот свои впечатления, свое видение, тоже рассказать. Коля Пестов, вижу здесь с нами, тоже мог бы много что сказать. Дорогие друзья, особенно кто был на Экофесте, берите слово, высказывайтесь, это очень-очень важно. К сожалению, что-то у Владимирс, Владимирс Барнаут, к сожалению, не получается. Я, к сожалению, не могу задвинуть и сказать, в чем проблема. Итак, дорогие друзья, вопрос наш сегодня был такой, почему сейчас стоит, именно сейчас стоит обратить особое внимание на Skyway. По одной простой причине, что мы подходим к тому часу, когда вход в корневую систему приближается, акции дорожают каждый период, как минимум сейчас два раза. Плюс, помните, да, в предыдущих вебинарах мы озвучивали, что на десятом этапе будет очень-очень много хороших изменений. Хороших. Единственное плохое изменение, это то, что количество акций в пакетах будет уменьшено в среднем в два раза, а может быть даже более. И это хорошо, это тоже здорово. Почему? Потому что в момент выхода уже приближения к IPO, к публичному размещению на биржу, когда одна акция уже будет оценена в один доллар, за те же тысячи долларов вы сможете взять только тысячу акций. Если сейчас можно взять 135 тысяч акций, то в дальнейшем будет одна акция, один доллар. И это тоже надо иметь в виду. Грамотно инвестируйте. Инвестируйте примерно 20% от своего дохода. Не надо более. То есть не надо продавать, как я шутку говорю, квартиру, машину и тещу закладывать в ломбард. Это очень и очень важно понимать. Итак, дорогие друзья, сегодняшний вебинар у нас такой, что многие мы как бы не то, что стесняемся, но боимся неправильно быть как бы понятыми, что-то еще. Когда я начинал свои первые вебинары, это было очень и очень давно. Вы знаете, я не помню, что я говорил, но после публичных вебинаров не через интернет, через 15 минут после моей презентации из 15 человек в комнате осталось только два. Один человек был моим другом, второй человек был хорошая подруга моей жены. Нас осталось только четверо. Почему? Потому что я учился проводить презентации, потому что я учился общаться с людьми. И это очень было страшно. Это было невероятно страшно. И я был очень подавлен и плохо себя чувствовал, весьма плохо чувствовал. Но после того, как я провел 10, 15, 100 тысяч презентаций, кто знает компанию TalkFusion, да? Мы с Артуром Качановым, когда ее расключили на рынке России, я не помню, сколько лет это было назад, компания TalkFusion, наверняка многие его знают, многие участвовали в этом. И, возможно, слышали наши вебинары, когда мы в течение буквально 4 месяцев проводили чуть ли не ежедневные вебинары. И у нас на вебинарах присутствовало до 4000 человек. Представляете, до 4000 человек у нас были такие марафоны. И вот хотелось бы такой марафон запустить по Skyway для того, чтобы мы сутки отработали. И, знаете, даже без, как говорится, чуть-чуть поспали и продолжаем с утра снова вебинары. И людей присоединяются все больше и больше и больше. Это энергетика. На наши вебинары приходились самые крупные сетевые лидеры, которых мы тоже давали им слово. И больше этого мы им представляли оппонировать, то есть задавать такие самые острые вопросы, на которые мы отвечали. То есть мы это слово давали. И точно так же я с удовольствием дал бы слово, скажем, тем людям. Я не говорю тролли, что-то еще. Не те люди, которые приходят на вебинары и что-то не понимают, пишут комментарии. Задайте вопрос, давайте даже вживую. Задайте вопрос. Я вам дам микрофон, пожалуйста, выскажитесь. Ну, а если боитесь, то тогда зачем вы сюда приходите? Для чего? Я не пойму. По одной простой причине я понимаю. Где-то потеш может быть не касаешься, эго свое, что-то еще. Но в любом случае мы этим людям благодарны. Почему? Потому что без них жизнь была бы скучна. Итак, дорогие друзья, я всех поздравляю с нашим экофестом. Я всех поздравляю с началом новой недели. Я всех поздравляю с тем, что завтра, послезавтра следите за новостями. Это будут невероятные новости, как из Индии, так и из нашей Юго-Восточной Азии. Посмотрите обязательно ролик, который записан из Австралии. Это очень важно. Это ответ на вопрос тех людей, которые этот вопрос задали. По поводу Австралии. Что происходит в Австралии? В Австралии развивается, сертифицируется. И возможно Австралия даже в числе первой будет все это делать. А по поводу экофеста, вот как Ирина пишет правильно, выслав компанию, экофест прошел просто шикарно, с энтузиазмом. Сегодня я весь день, вот находясь в офисе, мы весь день общаемся с нашими партнерами. Буквально очередь стояла. Началось наше общение с президентом Академии наук, господином Тарасенко. И я пока не буду называть имя очень крупного чиновника. Очень крупного чиновника, который, ну фактически он стал не только нашим партнером, он нас поддерживает, но он еще и стал инвестором. Это очень важно понимать, что он еще и стал инвестором. Это очень-очень важно для нас. И тем более для того, что он оценил риски, как чиновник даже, и понимает, что это, это неплохо, а это хорошо, это здорово. Когда он помогает не только морально, но еще и материально поддерживает технологии. Я прошу вас, грамотно оценивайте свои финансовые возможности. И все, кто, у кого закончились рассрочки, продолжайте инвестировать. Почему? Потому что через 2-3, максимум через 5 месяцев, многие из вас будут сожалеть, что еще не открыли еще одну рассрочку. Ну и плюс к этому, это еще и помощь компании. Я вам отвечаю, если так же, я уверен, что так же происходит во всех регионах России. Наконец-то за державу, как говорится, не обидно, что мы начинаем увеличивать долю инвесторов, прежде всего на нашем постсоветском пространстве. Всех благодарю. С вами был Григорий Мирошниченко, Юрий Зубер. Украина, группа компаний Skyway. И хочется назвать еще, дорогие друзья, ваши имена. Когда мы услышим вас, когда вы вживую будете выступать на наших вебинарах. Берите слово. Хотите, подготовьтесь. Хотите, не готовьтесь. Просто попросите слово. Я предоставлен. Представьтесь, покажитесь, чтобы вас знала страна, чтобы вас знала Россия, чтобы вас знал весь мир. Это очень важно. И для вашего бизнеса тоже. До встречи на следующих вебинарах. Завтра, по-моему, завтра будет Алексей Суходоев. И, скорее всего, Антон Главович тоже выйдет на связь. Не сможет он целую неделю не быть на связи. Поэтому приходим, следим за новостями. Я с Алексеем не созванивался. Но, возможно, что он уже прилетел в Челябинск. И завтра, в любом случае, проведет вебинары. Ну, а в пятницу мы с вами встречаемся на нашем авторском вебинаре. И это уже будет система обучения. Но, в любом случае, я предоставлю вам слово. Мы начнем учиться. Раечка Ложникова. Вот кого надо. Вот, ребята, Раиса Ложникова. Вот видите ее, да? Раиса Ложникова. Это милая дама, которой уже, ну, наверное, по сравнению с Юрой Зубером больше в три раза возраст. Но она такой оптимист. Она настолько вот такая вот светлая женщина. Она стихи. И помните стихи Антон Дуальевича Янициевского написала? Такие светлые стихи. Просто невероятные. И вот такие люди с нами. И вот хочется то, что на Экофесте там поздравляли мы на общем сборе. Поздравляли наших экспертов, топ-экспертов. Здорово, хорошо. Но хочется, чтобы больше все-таки еще поздравили. О, Юра Зубер, мне 50 лет. Ну, тогда, значит, поменьше. Но все равно Раечка Ложникова, она просто умница, невероятная. Раечка, на следующем вебинаре, чтобы взяла слово, я тебе дам слово. И сказала бы, ну, просто несколько слов своих от души сказала. Итак, дорогие друзья, до встречи на следующем вебинаре. С вами был Григорий Мершинченко, Юрий Зубер, группа компании Skyway. Город пока, Симферополь. И следующий вебинар мы тоже проводим в...